Когда приезжаешь в родные края, то, конечно, ходишь в гости. Пришла в гости на дачу, где когда-то мы с папой катались на лыжах. В чём-то понимании дача – это место отдыха. Как мои родители понимали дачу, это работа, работа, работа. И поэтому иногда папа говорил, да чтобы она сгорела, эта дача! А потом же сам с утра говорит, какой воздух, со степи ветер! А рядом с нашей дачей работал асфальтовый завод. Вот такая благодать. Но здесь сконцентрировались две половины. Одна для женщины. Вот она, работа. Нам сразу предложили, работы на всех хватит. Сорняки, цветочки, овощи, там картошечка. А вот это для мужчин, которые любят отдыхать после рабочего дня. Там шауна. Это для внуков и правнуков. А как же ещё по-другому детей заманить в эту дачу? Главное, что добираются на дачу пенсионеры на велосипеде. Без мотора. Какие ромашечки! Красивые пионы. Как положено сауна. Воздух-дерево. И успокоение души и тела. То под душем сегодня я омоюсь. Смою всю городскую пыль. Западному человеку это не понять. Дяйка этой дачи. Та, которая работает по ту сторону дачи. А в перерывах она встречает гостей. А дрова-то зачем? Хочу поджарить мясо. Вот она. Настоящая деревенская жизнь для городского человека. Ой, спрятаться бы здесь. И сочинять свои сказки про Бабу-Югу и Кащея. Но куда нам без цивилизации? Как мама говорит, главное, без пестицидов. Ну что за натюрморт? А не компот. Ешь, Леночка, пей волю. Не стыдись, красавица. Не так-то просто пришла. Чувствуй себя как дома. Не забывай, что в гостях. Ну что, рабыня Аура, уже нарвала травку? Все. Вот она истинная хозяюшка. Дяюшка. Вот она, девочка. Вот она, красавица. Да, здравствуй. Мы у вас в гостях. Рожарилась. Хвостик подобрала. Ой, какая собачка. Привет. Она тебя боится? Она тебя боится. Кто кого боится? Она? Тебя? Меня? Нет, она пришла за лакомкой. Что-нибудь вкусненькое пришло покушать. Она, видишь, не подходит. Нельзя сюда заходить. Я ее разгоняла. Тогда вот бятки только начинали. Вот оно поэтому было. Ага. А, она черная. Вот они, оказывается, их две. Да вкусненькое сидит. А тебе, малыш, не досталось.